Добрый день! Интернет-магазин Стомотехника предлагает видео-обзор аквадистиллятора итальянского производителя Каминопс. Дистиллятор поставляется в картонной упаковке заводской. Дистиллятор зарегистрирован в Украине, о чем свидетельствует свидетельство о регистрации. Вот он наклеен и вот данные на упаковке. Далее внутри дистиллятор упакован пенопластом с рабочкой. Далее, что мы имеем в комплекте. Итак, комплект угольных фильтров. 6 штук. Далее, средства для очистки дистиллятора от накипи. Ручка для емкости с водой, для переноски емкости. Провод питания. Вот сам дисплеер. Вот носик для направления воды в емкость. Внутри дистилляторе лежит емкость пластиковая для дистиллированной воды. Вот так вот это все устанавливается. Здесь крышечка. Для того, чтобы во время работы отверстие не было открыто и пыль туда не сыпалась. Не попадали туда посторонние частицы. Емкость пластиковая легко разбирается. Открывается крышка. Ее можно помыть, пополоскать. Пожалуйста. Обычными моющими средствами. Итак, дистиллятор состоит из двух частей. Верхняя часть – вентилятор, который охлаждает пар. Нижняя часть – емкость с нагревательным элементом, которая кипятит воду. Вода, нагреваясь, испаряется, попадает на охладитель, конденсируется на змеевике и выходит через клеечку. Верхняя часть дистиллятора изготовлена из пластика, довольно-таки качественный пластик. Внутрия с нержавейкой. Емкость дистиллятора – наружная часть металлическая, эмалированная. Внутри – нержавейка. На дне установлен нагревательный элемент внизу. Для того, чтобы запустить дистиллятор, необходимо налить в емкость воду до отметки. Вот здесь фулл риска есть. Ну, это порядка четырех литров, пяти литров. Накрываем крышкой. Крышка подсоединяется к своей вилке. Кабель надо ровно выставить, легко было вставлять. Дальше включается в розетку, нажимается кнопка старта. Дистиллятор полностью автономный. Где-то минут через 30-40 он закипит, начнет давать дистиллятору воду. Производительность его где-то 0,7 литра в минуту. Ну, до литра в минуту, не более. В час. 0,7 литра в час. Извиняюсь. По истечению 5-6 часов вода полностью вся выкипит, сконденсируется, перейдет в емкость для чистой воды. Дистиллятор сам выключится. Следить за ним не надо. Как ухаживать за ним? Внутри на емкости будет со временем нарастать накипь. Для того, чтобы удалить накипь, есть порошок. Заливаем воду на уровень столько, сколько накипи есть. Насыпаем 2-3 чайных ложки порошка, 4 ложки, в зависимости от того, сколько накипи образовалось. Включаем, даем покипеть без крышки. Пусть работает, открытый, ничего ему не будет. В жидкости порошок размягчит накипь. Потом его можно спокойно сполоснуть, помыть. Окунать в какие-то резервуары с водой, емкости, ни в коем случае нельзя. Снизу электроника, контакты, будет беда, выйдет из строя. Внутренность дистиллятора не рекомендуется мыть какими-то ершиками, щетками, дабы не повредить поверхность, чтобы не было царапин. Так, что еще? Уход за верхней частью. По мере работы вентилятора на змеевике будет нарастать пыль, что в свою очередь приведет к худшему охлаждению и потере интенсивности. Будет меньше воды, дольше вода будет продистиллироваться. Для того, чтобы это предотвратить, избежать дальнейшей эксплуатации, необходимо периодически обдувать змеевик. Можно пистолетом продуть, со стомат установки взять. Можно по пылесосе попробовать продуть. Либо, самый лучший вариант, конечно, взять открыть крышку, открутить три винта, снять пластиковую крышку, взять щетку, обнести это все, пропылесосить, обдуть вентилятор и все, будет дальше работать хорошо. Окунать в какую-то емкость с водой не допускается. Электрический вентилятор, он не защищен абсолютно, выйдет из труа. Угольный фильтр, для чего предназначен, расскажу. В эту леечку закладывается угольный фильтр. Фильтр может работать где-то около месяца. Один фильтр угольный будет работать около месяца. Есть отклонение, в котором можно не использовать этот фильтр, для воды, которая будет использоваться в стерилизаторах, в автоплавах. Можно без этого фильтра использовать. Ну, как бы он просто для дополнительной фильтрации, каких-то механических частей, которые могут образоваться, появиться. В общем, все. Пожалуйста, заказывайте, покупайте. Инстерилизатор пользуетесь с удовольствием. Спасибо за внимание.